Секретарь Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Жители городского округа обратились к нему с вопросами, связанными с оказанием гуманитарной помощи участникам СВО, работы управляющих компаний и дорожных служб. Тему продолжит наш корреспондент. На личный прием к Владимиру Ружицкому записались четыре человека. Среди них мать военнослужащего Ольга Горлова. С тех пор, как ее сын отправился в зону СВО, она совместно с другими родственницами мобилизованных два раза собирала и передавала гуманитарную помощь. Мы сами, жены и мамы, то есть собираем, мы все сгруппировались, все в чате, переписываемся. Первую помощь гуманитарную мы отправили в ноябре, вторую в декабре, соответственно, в конце декабря к Новому году. И вот сейчас, 10 февраля, мы отправляем третью гуманитарную помощь. Жены и мамы мобилизованных отправляют продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости. Но бойцам также нужны тепловизоры, маскировочные сетки, газовые баллоны, дизельные генераторы, квадрокоптеры и другая дорогостоящая техника. Жительница Люберец попросила с этим помочь. Это все отрабатывается по мере необходимости. Мы же работаем с войскими частями, которые там. Поэтому тут разные есть подходы, начиная просто от каких-то продуктов питания, которые длительного срока хранения, ну и заканчивая, я вам скажу, и приборами ночного видения, и обмундированием, и автомобилями. И, значит, это по мере необходимости в контакте с командирами подразделений. Это все собирается, отправляется, да. С темой спецоперации был связан вопрос еще одной жительницы. Валентина Суркова приехала в сентябре прошлого года. Женщина более 45 лет проработала учителем начальных классов. Из-за длительного отсутствия руководство школы хочет ее уволить. Дирекция школы мне говорит, у нас сейчас, ну как бы не было ничего там, да, а теперь сделали дистанционное обучение. И они говорят, Валентина, вы должны возвратиться домой и проводить это дистанционное обучение. Если вы не будете, вы выехали в другое государство, значит, мы вас рассчитаем. Устраиваться на работу в Люберцах женщина отказалась. Не теряет надежду в скором времени вернуться домой. Владимир Ужицкий пообещал лично связаться с руководством школы, чтобы восстановить ее в должности. Вопросы остальных жителей, которые были связаны с ЖКХ и благоустройством придомовых территорий, также приняты в работу.